Еще сегодня, спустя два дня после местного урагана, коммунальщики ликвидируют его последствия. Мелкие ветки, семена деревьев, беспорядочно разбросанные в скверах, парках и даже на проезжей части. Сюрпризы погоды дворники начали убирать еще в выходной день, в воскресенье. Получив сведения об оранжевом уровне опасности, коммунальщики, вооружившись метлами и граблями, встретили стихию во всеоружии. Кстати, по городу разрушений, как таковых, было мало. Падение порядка десяти деревьев, правда, два из них на улицах Кривошейной и Краснознаменной, нанесли урон гражданам. В первом случае пострадало два автомобиля, один из них был застрахован по каске, а второй, к сожалению, не застрахован. Поэтому последствия ущерба будут потом выясняться. Упало две елки, ну не совсем упало, значит, одна возле администрации Московского района была порвана растяжка и она немножко согнулась. Поэтому было принято решение с понедельника приступить к ее демонтажу, потому что восстановить в существующем виде уже практически невозможно. То есть в заводских, ну в условиях горсвета только возможно восстановить. Второе, это на улице Смирнова елка, которую ставил мясо в комбинат, но она маленькая, само по себе там никаких проблем не было. Сила мясо в комбинат, она буквально к обеду была демонтирована. Однако не только деревья не сумели выдержать нападение капризной стихии. Кровь некоторых домов также пострадали. К примеру, в одном из центральных строений города, зданий Брестского областного объединения профсоюзов, было повреждено металлопрофильное покрытие крыши. Сегодня следы ветрового побоища еще свежи, а место аварии огорожено. Не остались в стороне от мощных порывов и строения в районах Брестской области. В основном это кровля сельскохозяйственных зданий и некоторых жилых домов. Повреждения зарегистрированы на территории шести населенных пунктов Жабенковского, Малорицкого, Барановического и Ляховичского районов, а также города Бреста. На местах ведутся восстановительные работы силами хозяйств. На данный момент не восстановлены шесть объектов, это сельскохозяйственные объекты. На территории города Бреста все последствия сильного ветра уже устранены. В случае необходимости для ликвидации последствий стихии привлекались работники МЧС. В частности, несколько фактов, когда деревья падали на проезжую часть, работники МЧС оперативно пребывали, распиливали эти деревья, убирали их с проезжей части. К счастью, капризы небесной канцелярии сказались только на деревьях и кровлях, в том числе и автомобильных. За время и после бушевавшей в городе и области бури людских жертв не было. Кстати, в ближайшие сутки можно вздохнуть спокойно. Небесная канцелярия объявила о прекращении военных действий на воздушном фронте. Однако, сколько будет длиться затишье, остается только догадываться. А значит, нужно быть готовым к капризам ее величества погоды. Продолжение следует...